здравствуйте всем приветствую вас на встрече с профессором заведом шульцем наша встреча посвящена ну вот большому мировому политическому событию которое происходит уже в данный момент это президентские выборы в соединенных штатах америки наша встреча организована при поддержке посольства соединенных штатов америки в минске и я представлю вам нашего гостя наш гость сегодня это почетный профессор университета хэмлайн дэвид шульц дэвид шульц преподает на факультетах политологии правовых исследований университета хэмлайн он также является профессором права в университете миннесоты он имеет степени бакалавра и магистр политических наук и философии доктора юридических наук и магистра права доктора политических наук и магистра астрономии он трижды принимал участие в программе фулбрайта дэвид шульц также является автором более 35 книг и более 200 статей по различным аспектам американской политики избирательного права и средств массовой информации и он регулярно дает интервью выступает в качестве экспертов местных национальных и международных сми включая new york times wall street journal washington post экономист и национально-общественное радио его последние книги энциклопедия денег в американской политике и колеблющиеся штаты до начала преподавательской деятельности профессор шульц занимал должность директора департамента по вопросам городского планирования служение кодексов резонирования также работал специалистом по жилищному экономическому планированию агентстве занимающимся вопросами деятельности местного сообщества вот такой у нас сегодня гость и я передаю ему слово профессор шулц the floor is yours very good thank you very much for all of you who are attending today всем спасибо всем кто сегодня присоединился и в минске и не только и у меня слушают еще у нас еще служат мои студенты в сша мы сегодня пройдем статика работы журналистов это понять что произойдет в сша что произойдет 3 ноября что произойдет в следующие несколько дней в мире того как будут разворачиваться выборы вроде как выборы идут один день но на самом деле нет потому что у нас из-за пандемии было раннее голосование много до 3 ноября оно не началось некая базовая информация по поводу того что произошло что происходит и надеюсь я помогу вам в том плане что вы разберетесь как вы работаете в экономическом выборе чего я хотел бы начать прежде всего я хотел бы подчеркнуть что американские выборы проходят несколько этапов тот этап который начался сейчас 30 ноября это практически конец процесса завершающая стадия процесса американские выборы определяет во первых американские конституции конституции штатов америки раздел про выборы президента и также есть еще национальное законодательство которое упоминает выборы которые рекламентируют выборы что нужно понимать особенно американские выборы которые выборы президента это очень децентрализованная система очень децентрализованная на местном уровне на уровне штатов контролируется процесс 50 разных штатов что я хотел бы вас донести также это формальная формальный этап который у нас конституционно прописан есть предыдущая стадия это праймерис первичные выборы давайте перенесемся на пару лет назад есть определенный неформальный процесс который представляет также американская политика в некоторой степени очень быстренько здесь пройдусь для того чтобы задать контексты рисовать рамки давайте подумаем неформально когда проходят американские выборы два года назад это произошло сразу после 2018 года ноябрьские 2018 года это midterm это выборы буквально на половине срока президента два года назад у нас начинаются выборы в конгресс как вы знаете в конгрессе есть палата представителей нижняя палата и сенат верхняя палата и вот эти midterm промежуточные выборы они проходят по всем из 50 штатов в конгрессе после 2018 года вскоре после 2018 года начался также процесс неформальный процесс движения кандидатур на постпрезидента все и началось тогда многие демократы начали обозначать свою интересованность в том чтобы быть номинированы на роль кандидата на посткандидата партии почему длятся выборы так долго два года есть несколько причин во-первых Америка это большая страна США это большая страна это США путыречники тысячи километров большое количество частых поясов культур это страна в которой проживает 330 миллионов человек поэтому это большая страна с разнообразной политической системой небольшой разнообразной политической системы вернее так из-за такого масштаба страны кандидатам нужно много времени для того чтобы их имена узнавались чтобы люди понимали кто то есть перед ними наступает и для того чтобы они начали наступать перед потенциальным электоратом с предвыбленными обещаниями и также в США хорошо это или плохо но наша система политическая политическая компания финансируется из частных средств то есть людям нужно привлекать деньги на свою предвыбленную компанию что интересно до конца этого до конца этой компании Джо Байден по оценкам поднимет где-то миллиард долларов на свою компанию то есть привлечет Дома Трамп вряд ли столько 500 600 700 миллионов долларов по разным оценкам привлек на свою компанию также есть политические компании политические стороны политические субъекты которые тоже могут тратить деньги и поэтому сейчас идет рассуждение по поводу того что эти президентские выборы в сумме будут стоить 4-5 миллиардов долларов в частный день я даже не знаю сколько это будет процентов вашего ВПФ процентов процентов русского ВПФ но это приличное количество денег под 5 миллиардов долларов так неформальный процесс начался два года назад он прошел он начался в ноябре декабре 2018 года и он длился до февраля этого года двадцатого примерно он год занимает он год с небольшим он как раз и занял в ходе этого процесса кандидаты декларируют свою заинтересованность на пост президента от двух основных партий демократов и партия республиканцев да у нас есть третьи партии третьи стороны третьи субъекты но они особо не влияют на политическую картину США и так что произошло с восемнадцатого года что происходило с восемнадцатого года до конца девятнадцатого начала двадцатого года я уже даже цифру точно забыл ну примерно двадцать человек в сумме выразили желание стать номинантом на пост кандидата даже не на пост и на роль кандидата в выборах подвисли видео у нас подвисло подвисло от выхода дири предков сомнадцатого года не была уничтожена какие-то кандидаты не смогли вылетел И как не динам ничего не They're not viable. We then get to stage two, which started this year around the end of January, beginning of February, which is when what's called the nomination process starts. And what happens during that stage, which typically would run from about January till about June, is that across all 50 states in the United States... ...for all 50 states in the United States, plus some other territories, like the остров Guam, Puerto Rico, this is a territory, which is not a state, but is under the flag of the United States. In these states, they're going to be a primary. They're going to be a primary. From January to June of this year, it's going to be a primary, which is a primary, which is a primary выборы? It's a primary выборы, which is to select the delegates, which will be selected to the delegates. Например, эти делегаты хотели Берни Сандерса поддерживать или Джо Байдена в качестве номинантов от конкретной политической партии. Цель первичных выборов, праймерис, будем дальше праймерис называть, так они называются, Это как раз назначить делегатов, которые поедут на национальную конвенцию партии, съезд партии, конвеншен. Обычно это июль или начало августа. От каждой партии есть такой съезд. Что затем начинается? Начинается второй этап, называется этап праймерис. В этом году он начался в начале февраля. По традиции он начался в штате Айова, затем в штат Нью-Гэмпшир, и затем переместился в штаты Невада и Южный Паралин. Прежде всего, с републиканской стороны не было вообще вопросов по поводу того, кто будет номинантом. Это Дональд Трамп. Поэтому праймерис прошли, ну и плюс-минус, ему никто даже конкуренцию не составил. Все было понятно, что он станет кандидатом. Практически было понятно. Со стороны демократов Берли Сандерс, это кандидат от штата Вербонт, он представляет более левое крыло демократической партии. У него дела шли хорошо, и народ начал думать, что ага, значит, ему, скорее всего, присвоят номинацию, дадут номинацию. Помните, он с госсекретарем Киллари Клинтон столкнулся, он оппонировал ей в прошлых выборах, и он ей проиграл с минимальным отрывом. И четыре года назад вот этот разрыв между левым и центристским крылом демократической партии очень сильно расширился. И практически тогда он, скорее всего, вылился в их поражение на выборах, потому что этот разрыв до сих пор не заделан. Берли Сандерс нормально начал, однако, опять-таки, до Южной Каролины, Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, в администрации Обамы, он начал набирать очки быстрее. И к концу марта мы знали, что Берли Сандерс, скорее всего, будет номинантом от демократов, но Джо Байден тоже неплохо шел. И потом началась пандемия. Пандемия в США. Это реально изменило процесс номинации. В том смысле, что Штаты или отменили, или перенесли на более поздний срок свои праймерис. В некоторых Штатах были использованы альтернативные механизмы голосования, но, как вы знаете, нажим пандемии чувствовался, то есть все, что многое шло не по плану. Где-то год назад я говорил большинству людей, что, скорее всего, Джо Байден будет номинантом. Сейчас, скорее всего, Камала Хэррис от штата Калифорнии будет вице-президентом, его партнером по выборам. Ее готовили на эту роль, она была восходящей звездой демократа, смешанная раса, женщина, отличное образование, хорошо поставленная вещь. То есть ее Джо Байден поэтому выбрал. И потихоньку процесс переходит в конец июня, в дворе конец июня, начинается борьба среди номинантов, потенциальных номинантов перед национальным съездом получить надежку большинства делегатов. Я уже упоминал, в июле или в августе партийный съезд и демократов, и республиканцев. Там выбирается кандидат на пост президента, там финализируется предвыбанная программа и определяется кандидатура в вице-президент. И тогда уже с этого момента уже понятно, кто кандидаты на выборах шел. По причине пандемии конференции, съезды, вернее, эти были онлайн. Те компании, которые под ним были подготовлены, тоже шли в цифровой сфере. Соцсети были очень важным каналом. Однако Дональд Трамп несколько раз собирал митинги в свой пользу. Дальше у нас третий этап. Третий этап выборов после праймерис. Это то, что длится до 3 ноября. Это общие выборы. General election. В общем и целом, в США, эти всеобщие выборы – это самая сильно зарегулированная, самая сильно регламентированная, жестко регламентированная процедура. Это хорошо структурировано в Конституции, в других американских законах, с точки зрения того, что произойдет по процедуре, как будет выглядеть эта процедура. С сентября до начала ноября проходит этот третий этап общих выборов. Обычно он происходит после праздника труда. Праздник труда в США – это конец сентября. В начале сентября ученики садят с изопарк. Это тоже совпадает с день труда, все-таки в начале сентября. Они, например, совпадают с днём знаний. И на этом этапе уже начинается гонка за голоса электората. Что составляет политическую систему США? Почему она является уникальной? Это сам метод выбора президента США. Во всех странах есть свой подход к выбору президента, но наша система особенно уникальна. Вернемся к написанию нашей Конституции. Конец XVIII века. Были споры по поводу того, как должно выглядеть новое правительство. Мы объявили независимость и приняли первую Конституцию. 1787 год. Мы были одной из первых стран, если не первой демократической страной, демократическое правительство в мире, которое это приняло. Остальные государства являлись монархиями, княжествами, без каких-то традиций и выборов. Там все было понятно. Когда мы учредили пост президента, нашу конституционную систему критиковали. Как лучше делать, как лучше обознать, как лучше построить процесс выборов. Это человек на пост главы государства, Соединенных Штатов Америки. Были разговоры по поводу прямого голосования от населения, то есть каждый гражданин проголосовал, но от этой системы в итоге отошли. Компромисс заключался в том, что президент Соединенных Штатов Америки будет выбираться от штатов. Штат Амин. Штат Нью-Йорк, Пенсильвания, Вирджиния, Калифорния тогда еще не было. Конец 18 века. Сейчас это штат Вашингтон, штат Калифорния, западное побережье и так далее. Основной процесс заключается в том, что штаты выбирают выборщиков, и выборщики затем выбирают президента. Почему это важно? Сейчас мы коснемся детальных моментов моей лекции. В конечном итоге в Соединенных Штатах выборы – это не всенародное голосование. В конечном итоге. У нас было пять, даже нет, шесть раз, шесть случаев истории США, когда у нас был президент, который выигрывал большинство голосов, но не выигрывал пост президента. Потому что он или она, она, это я ссылаюсь четыре года назад, поражение Хиллари Клинтон, она получила большинство голосов, но не голосов выборщиков. И сейчас я эту цифру печатаю сюда в чат, конечно, римскими цифрами, вернее, арабскими цифрами. 270. 270 – это все, что вам нужно понимать по поводу наших президентских выборов. Одна цифра – 270. Наши выборы – это не всенародное голосование. Это то, как всенародное голосование проходит в каждом из 50 штатов. В 48 из 50 штатов, и здесь уже начинается путаница, возможно, и в 48 из 50 штатов, какой кандидат выигрывает, то максимальное количество голосов выборщиков, всенародных голосов, выигрывает выборы. Для того, чтобы выбрать, стать президентом, нужно из 538 набрать 270. 538 голосов выборщиков, которые назначаются штатами. 270 – это простое большинство. Это то число, которое сейчас интересует всех кандидатов. обоих кандидатов. Для того, чтобы стать президентом, нужно набрать 270 голосов выборщиков по 50 штатам. И в округе Колумбия. 50 штатов и округ Колумбия. И, казалось бы, в ходе всеобщих выборов, тот этап, который длится с начала сентября, до сегодняшнего момента, казалось бы, кандидаты будут активно вести кампании во всех 50 штатах. Но на самом деле нет. Что на самом деле происходит? По факту. Последние 30-40 лет, это тема моих исследований, но это даже дольше длится. Это 19-е века корнями уходит история. Опять-таки, как назначаются голоса выборщиков нашими штатами? Все ли и чего? Потому что в некоторых штатах есть больше демократов или перевес республиканцев. То есть в некоторых штатах больше или тех, или других. Я к этому еще вернусь через несколько минут. Ввиду интенсивной, ввиду здесь очень сильной лояльности к партиям и очень сильной принадлежности к партиям, коллеги выборщиков, принцип «все – ничего, все голоса – ни одного». 50 штатов, 48 из 50 штатов. Неровные распределения, они не делятся 50 на 50 по штатам в каждом из штатов. Где-то будет больше республиканцев, сторонников республиканцев, где-то будет больше сторонников демократов. Из-за этой поляризации примерно год назад в нашей истории даже, скажем так, с начала этого года. Что я постулировал, что я говорил. По сути, гонка президентов была закончена в 43 штатах на начало года. Не потому, что там голосование было подделано или пюллетени были подделаны. Нет, никакого мошенничества не происходило. Просто в некоторых штатах была большая вероятность голосовать за республиканцев, в некоторых больше за... Некоторые штаты традиционно голосовали за республиканцев, некоторые за демократов. Что я постулировал в начале этого года, и это сбылось. Я сейчас тоже в чат наберусь. Да, 270 были арабские цифры, переводчики правильно перевел в итоге. Я обещал римский, я обещал арабский. Хорошо, сейчас мы введем аббревиатуры двухбуквенные коды штатов, в которых выборы закончились в начале этого года. Я объясню, что за ними. Семь штатов. Двубуквенные индексы. Поехали. Аризона, Флорида, Миннесота, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Я постулировал, что в этих штатах уже будут закончены президентские годы к началу года. Выборы будут закончены к началу года. Еще раз. Аризона, Флорида, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В принципе, я это постулировал в начале года, и большинство аналитиков соглашались со мной. Выборы будут определяться тем, что произойдет в этих штатах. И также на достаточно раннем этапе я упоминал, что Джо Байден в начале кампании имел 222 голоса. А Дональд Трамп 205. Вот так выборы выглядели где-то в январе. Помните, 270 для победы. И вот эти 7 swing states неопределившихся штатов, это в итоге порядка 200 голосов. 237. И вот эти 7 штатов с сентября, которые активно посещают и Байден, и Трамп. Очень активно. Очень активно ведут там свои кампании. И за последнюю неделю две большинство из этих 7 штатов склонялись что в одну, то в другую сторону. Вот так это выглядело. Выглядело это имеется в виду по данным соцзапросов. Когда я считаю точку поворотного момента на прошлой неделе, на прошлой неделе у нас в этом состязании остались штаты Мичиган, Май, Пенсильвания, Пиэй и Висконсин. Эти три штата очень важны. Они сейчас, в последние недели, они особенно важны. Мичиган и Висконсин это Средний Запад, я сам из Нью-Йорка, и у меня есть корни из Пенсильвании. То есть, Пенсильванию не относят обычно к Среднему Западу, но некоторые это делают. Это скорее восточный побережье, восточный побережье США. Вот три штата где-то за четыре года до этого эти штаты стабильно голосовали за демократов. Четыре года назад Дональд Трамп провалил выборы в этих штатах. Имейте в виду, что не провалил, а выиграл за счет того, что эти три штата очень-очень с маленьким отрывом за него проголосовали. 85 тысяч человек. Если бы госсекретарь Клинтон на тот момент госсекретарь кандидата на пост, если бы она смогла эти 85 тысяч голосов набрать, скорее всего, она бы сейчас баллотировалась от партии демократов, а не Трампа от республиканцев в роли президента, текущего президента. Почему эти три штата, почему 85 тысяч человек? Все сводится к опросам, опросам общественного мнения. В штатах опросы проводятся очень часто для того, чтобы понять, как разворачиваются выборы. Может быть, они слишком часто проводятся, эти опросы, но тем не менее. За последние пару недель, несколько недель, опросы показывали очень близкое соотношение голосов за Байдена и за Трампа в обоих штатах. Но Джо Байден и Дональд Трамп разыграли разные тратегии для того, чтобы попытаться выиграть. В своих попытках выиграть. В данный момент, сейчас, ни один из штатов, которые выиграла в 2016 году Хиллари Клинтон, сейчас они не повернутся в сторону Дональда Трампа. По сути, это значит, что Байден достаточно уверен, что те штаты, которые в 2016 году поголосовали за кандидата демократов, как и он, за Хиллари Клинтон, они тоже его поддержат. Он в этом уверен. Если он сможет удержать голоса этих штатов, плюс выиграть Мичиган, Бессильванию и Висконсин, он выиграет президентскую гонку. С другой стороны, Дональд Трамп сейчас тоже перед ним проблемы. Аризона, Флорида, Северная Каролина и Висконсин, все кроме Мичигана, в этих шести штатах слишком близкий отрыв по опросам. В случае Аризоны, Флорида и Северной Каролины это слишком в пределах статистической погрешности разница. И на данный момент эти три штата, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, в зависимости от того, кто проводил опросы, то у Джо Байдена 2-5, от 2 до 5-6 процентов визы. Можно ли верить опросам? Во многих случаях, многие специалисты говорят, что 4 года назад опросы обманули. По ним Трамп не выигрывал. Как им можно верить? 4 года назад здесь опросы показали все четко. они указали, что секретарь, костер-секретарь Клинтон выиграет на 2-3 процента общенародное голосование. Да, она получила больше голосов. В конечном итоге она с 2,5 процента получила там 2,5 процента голосов больше, чем Дональд Трамп. Но на самом деле коллега выборщиков здесь самое главное, а не общенациональные голоса. 4 года назад на прошлых выборах опросы тоже показывают точные данные. Мы видим, что в день перед выборами опросы показали очень четко то, что случилось. Они оправдались. В основном они оправдываются. И тоже 4 года назад люди, которые не хотели, то есть не собирались голосовать за Трампа, но пришли, опросы этого не видели, опросы этого не увидели. Опять-таки нет подтверждения этому факту. Почему я все это упоминаю? Потому что национальные опросы сейчас, на данный момент, до 3 ноября, они указывают на вероятную победу Джо Байдена. Скорее всего, он выиграет 5 на 8% больше голосов соберет, чем Трамп. Общенациональные выборы. на самом деле это 5-6-7 миллионов голосов, и Джо Байден выиграет в общественное национальное голосование. Таким образом. Но это большинство ему не гарантирует победу коллеги-выборщиков. Давайте посмотрим на то, что происходит в этих критических неопределившихся Уинк-Стейт. Утром, сейчас США утро, опросы показывают эти цифры в этих трех штатах Мичиган, Петербанин, Висконсин, Джо Байден впереди. Но все еще может произойти до начала выборов. Что эти выборы также отличает? Они стали очень необычными. Это из-за пандемии. из-за пандемии. Обычно выборы президента США это порядка 50-56 процентов явка. Это считается хорошей явкой. В этом году все не так. Во-первых, мы знаем, что и демократы, и республиканцы очень активны. Они очень активны, предельно мотивированы голосовать, чтобы голос был услышан. четыре года назад почему частично Хиллари проиграла? Потому что демократы не очень ее активно поддерживали. Не так, как республиканцы поддерживали Дональда Трампа. Этузиазма не хватило. Можно посмотреть разные области странах. Это округи, каунти, регионы внутри штатов. мы знаем, мы знаем, что они в четыре года назад или ставка просела, или явка просела, или было больше людей, которые вдруг голосовали за республиканцев. Не как в 2008-2012 году за Обаму, демократа. В этом году у нас рекордное голосование, досрочное, рекордные цифры из-за пандемии. На утро США, по времени США, это десятки миллионов людей, они уже проголосовали по этим штатам, 50 штатам. Давайте посмотрим. 130-140 миллионов голосуют. Две трети практически уже проголосовали. Две трети человек, порядка 80 миллионов, уже отдали свой голос досрочно. Все указывает на то, что, несмотря на пандемию, явка будет одной из самых высоких в истории за 60 лет, последние 60 лет. Досрочное голосование, которое я вам уже упомянул, демократы голосуют. Выборы, которые происходят сегодня, люди приходят лично голосовать. 3 ноября. Они, скорее всего, будут республиканцами. То есть, республиканцы будут приходить. Лично, почему, я думаю, что они будут республиканцами. Президент открыто раскритиковал, Трамп раскритиковал досрочное голосование из-за пассификации и прочего. На самом деле, если быть политически нейтральным, все исследования, которые заслуживают доверия, указывают, что голосование по почте очень безопасно, вопреки тому, что говорит сейчас Трамп. Там миниатюр, микроскопические шансы что-то сфальсифицировать. Ну, ладно, что произошло? Насрочное голосование массовое, две трети человек. По 50 штатам сегодня идут выборы, но в конечном итоге выбирают на самом деле только несколько штатов. Вот эти семь штатов, из них три особенно критичны в последние недели. За последние 48 часов и Джо Байден, и Дональд Трамп сделали очень сильный акцент на штатах Пенсильвания и Огайо. Давайте подумаем наперед, что произойдет. Есть ли признаки того, кто может выиграть выборы сейчас? Потому что мы к концу сегодняшнего дня можем этого не знать, если выборы будут минимальным отрывом. Потому что в ряде критичных штатов, таких как Пенсильвания, Северная Каролина и Мичиган суды и судья допустили превышение, то есть расширение времени голосования, продление выборов, по сути. Мы не можем предсказать, произойдет это или нет. Давайте посмотрим на несколько штатов. Во времена Авраама Линкольна в 1860-е годы ни один республиканец не выиграл гонку, если он не выигрывал Огайо. Если Дональд Трамп отстанет в Огайо, если он отстанет в штате Огайо, это плохой признак для него, плохой знак. Дополнительно, более того, если он отстанет и проиграет Флориду, то с математической точки зрения, ему цифра 270 практически не светит. Очень сложно будет ее достичь. если он отстанет в штатах такие, как Северная Каролина, Висконсин или Пенсильвания, ему тоже будет непросто. И наоборот, если Джо Байден скажем, проиграет любой из этих трех штатов, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, для него выдастся очень напряженная ночь. Ну, не на 100%, но очень напряженная, потому что у Байдена цифру показывает Огайо, Флорида и Аризона и Северная Каролина. В этих четырех штатах цифра вопросов показывает поддержку Байдена. Четыре года назад там победил Трамп. Байден может проиграть в одном или двух этих штатах Среднего Запада, но все еще остаться победителем, быть из этой гонки победителем. Если вы следите за выборами из Минска, из любого другого города Беларуси, если присмотреться, если вы хотите присмотреться, что происходит, посмотрите, что происходит в пригородах Филадельфии. Это штаб Пенсильвания, столица Пенсильвании. Скрэнтон, Пенсильвания. Скрэнтон, я люблю этот город, потому что оттуда семья моей мамы, я очень люблю этот город, Джо Байден сам из Скрэнтона, в Пенсильвании. Скрэнтон, это большой округ, я сейчас напечатаю. Лакована, это округ Лакована, это хороший барометр, который тоже может показать исход выборов. Что произойдет вечером по США, по времени США? выворцование будет завершено достаточно поздно, потому что пока с восточного попережья выборы прокатятся до Гавайев, а Гавайи выборные участки там закроются на 4-5 часов позже, чем они закроются в штатах Мэн и Нью-Йорк. Прошу прощения, откажется надо. Итак, такие штаты, как Гавайи, скорее всего, не будут определять картину, они достаточно надежно голосуют за демократов. Возможно, поздно ночью по США. Сейчас, секундочку. Прошу прощения, уже наговорился за утро. Итак, возможно, к концу дня сегодня по американскому времени у нас будет более-менее четкое понимание того, кто выигрывает. Еще раз, эти выборы самые сложные в истории. 400 исков было вводано в суды США для того, чтобы оспорить изменения в правилах голосования ввиду пандемии. Особенно Дональд Трамп. Особенно Дональд Трамп говорил, что он может оспорить результаты. Мы знаем ранее, что он говорил, что может не признать результаты выборов. Джо Байден сказал, что признает, хотя, опять-таки, Джо Байден также открыто сказал, что он будет делать. Я знаю, что у него тоже есть команда юристов, которые готовы к действию, если понадобится, если для этого дойдет. К чему нужно присматриваться, по моему мнению? Особенно это неопределившие swing states. Если здесь отрыв будет большим в пользу одного из кандидатов, скорее всего, вряд ли будет юридическое оспаривание, оспаривание юридическим путем. Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, скорее всего, если, скажем, я объясню, почему так скажу сейчас, если Джо Байден выиграет в этих трех штатах на 2-3 процента, у него будет перевес по этим штатам, в каждом из этих штатов это сотни тысяч голосов, пересчетивая на абсолютные цифры населения. Поэтому Трампу будет сложно развернуть ситуацию в свою пользу, сказать, что было слишком много неправильного голосования, слишком много фальсификаций и чего-то еще. Очень сложно будет Трампу оспорить это в суде. Поставить под сомнение легитимность выборов. У нас есть независимые суды, у нас в США суды независимые, мы знаем, что они никогда не играли в пользу только одного или только другого кандидата какой-то партии, они будут вполне справедливо рассматривать эти споры, эти иски, если они последуют. Поэтому мы смотрим на в итоге на 2-3 процента голосов в этих штатах они могут склонить сейчас весов в одну или другую сторону. Что произойдет в этих штатах? Мы пока не знаем, что произойдет сегодня вечером, может несколько дней, несколько, может пройдет даже неделя в некоторых штатах, пока будут цифры подсчета голосов. Что произойдет? Идет подсчет голосов, обработка ошибок, если они будут, и примерно через две недели каждый штат проводит внутри себя, это то, что называется canvassing board, и в этот момент эти советы, canvassing boards, они подтверждают результаты. На этот момент, если возникают какие-то, то есть, если будут иски, они будут именно в этот момент, в течение пары недель. следующую дату, которую стоит заполнить, 14 декабря. 14 декабря это день, когда происходит встреча выборщиков. 14 декабря будет голосование. Они будут отдавать свои голоса за президента СПА. electoral votes, голоса выборщиков, должны совпасть с результатами по каждому из 50 штатов. Canvassing board, это по сути счетная комиссия. Следующая дата, это 6 декабря 2021 года. Следующая важная дата. Давайте так. 3 ноября и 14 декабря эти две даты, они прописаны в американском законодательстве. эти две даты важны. И это важно, потому что эти даты можно изменить только путем изменения законодательства, а президенты единоличные не могут этого сделать. У них нет таких полномочий. 6 января это дата, которая прописана в Конституции. 6 января года следующего за выбором. Тогда происходит встреча, заседание Конгресса и идет сертификация, подтверждение голосов. В этот момент тоже можно оспорить голоса. Для этого нужен один сенатор и один представитель нижней палаты, палаты представителей, чтобы они это сделали. И следующая дата особенно важная, 20 января 2021 года. По Конституции очень четко прописано, что 20 января следующего года после выборов заканчивается срок полномочий предыдущей администрации президента и вице-президента. И новый президент и вице-президент 20 января должны заступить на пост. На свой пост. Почему я это упоминаю? Независимо от того, что произойдет. Что там Трамп скажет или не скажет. И опять-таки я это еще раз подчеркну. истечение срока полномочий. Срок полномочий Долина Трампа истечет 20 января. Так, что еще нужно упомянуть? Вспомнить. Исходя из цифр опроса сегодня, если бы я анализировал информацию, а я ее всегда анализирую, выглядит все похоже на то, что у Джо Байдена достаточно голосов выборщиков, чтобы выиграть выборы. 289-290 по моим подсчетам вчера. Я видел, что он выиграл все штаты, которые выиграла Хиллари Клинтон в прошлом году. Мичиган, Висконсин, Пенсильвания он тоже подтягивает, но опять-таки пока неоднозначно. в зависимости от явки избирателей, если эта явка будет продемократична, то есть больше демократов придет, больше сторонников демократов, то возможно Джо Байден выиграет с большим отрывом. Но опять-таки это основывается только на данных опросах. Это только те признаки, те симптомы, которые я сейчас анализирую. Пока еще сложно предсказывается победа Дональда Трампа. И последний момент, который я хотел бы упомянуть с точки зрения этих выборов, то, как они разворачиваются, почти никто, почти никто серьезно не задумывается или не думает о том, что сменится контроль над Палатой представителей, над Нижней Палатой Конгресса. Скорее всего, демократы останутся в большинстве и Нэнси Пелоси, спикер Нижней Палаты, они останутся. По Сенату плотно. 53% у республиканцев, сенаторов, 47% у демократов. Демократам нужно 3 места отвоевать в Сенате, чтобы у них было поровну. Если они это сделают, будет 50 на 50, и Джо Байден выиграет президентскую гонку по Конституции США. Если в Сенате равное количество мест, то президент США может голосовать в 51-м. 50 на 50, 25 на 25. В этом случае 50 на 50 плюс Джо Байден. У демократов по сути будет Сенат. Если выиграет Дональд Трамп, и демократам понадобится контроль над Конгрессом, над Сенатом вернее, им понадобится 4 голоса, что было 51 на 49, чтобы не было этого решающего голоса у президента. И тогда можно считать, что у демократов будет Конгресс, будет Сенат вернее. В данный момент то, что я сейчас посчитал, ровненько 50 на 50 будет. 50 сенаторов от демократов, 50 от республиканцев в Сенате. Может что-то случиться, произойти, может быть плюс-минус будет небольшой, но на данный момент 50 на 50. что сейчас светит американской политике? Если выборы пройдут так, как я просчитал, как я это предсказываю, Джо Байден выиграет, в Сенате будет 50 на 50, у демократов останется большинство в Нижней Палате. Но этого большинства может не хватить для того, чтобы претворить жизнь все начинания, которые демократы захотят претворить. Скорее всего, с политической точки зрения будет сильный пат, патовая ситуация в США. Да, по сути, патовая ситуация, gridlock, то, что сложилось, то, что сложится, скорее всего. На этом я остановлюсь, я вам подкину большой объем пищи для размышлений, для того, чтобы осмыслить текущую ситуацию. Но, пожалуйста, задавайте свои вопросы, если кто-то что-то хочет спросить. «Как демократии умирают». Левицкий Зиглотт, классная книга. Выборы 2016 года показали, что вот эти ключевые инструменты США, американской демократии, выборов не работают. Как американцы будут работать над ошибками? Как можно исправить предыдущие ошибки в 2020 году? Да, мы работаем над ошибками. Если посмотреть на индекс экономической неравности Gini, мы знаем, что в США огромная разница с 1920 годов 0,4 0,45 0,44 очень большая разница между бедными и богатыми. это вызывает проблему демократия по западноевропейскому образцу. Еще одна проблема политическая поляризация в США между двумя основными партиями республикациями демократами. Вот в этой книге «Как умирают демократии» у нас есть большой объем недоверия к политической системе. Есть две теории. Одна теория гласит, что демократии определяются политической культурой людьми снизу, и поэтому они поддерживаются таким образом, а с другой стороны, другая теория, демократия держится на поддержке политических норм элитой и уважением этих возможно неписанных норм. я думаю, я думаю, что по всем параметрам горизонтально и между партиями, в горизонтальном измерении и между партиями, есть определенная серьезная доля скепсиса по поводу разных вопросов. Справедливость демократии, справедливо ли, ну давайте про это поговорим. Работают ли правила? К сожалению, мы не можем обвинять мейстримовые средства массовой информации, но соцсети сильно к этому подтолкнули, когда люди постоянно рассуждают, что может произойти, идут спекуляции постоянные, поэтому у нас, да, проблема, нам нужно исправиться с этими ошибками. Нам нужно исправить эти ошибки. Я не в полной мере уверен, что мы исправили все ошибки с 2016 года. По сути, я считаю, что нет, мы их не исправили. Что мы сделали, что мы предприняли для решения проблем с голосованием? Я уже много раз говорил, что пандемия, это тенденции пандемии идут вверх и не только в США, а по всему миру. И даже до пандемии мы видели, что досрочно голосовать будут много. будний день, день выборов, это неоплачиваемый день, если что, если выборы, экономические проблемы у нас, хоть отбавляй, у нас серьезная степень несогласия по поводу прав на голосование, кто имеет право на голос, но пандемия заставила людей, подтолкнула людей к досрочному голосованию. Что хорошего сложилось из-за пандемии? Уменьшились ограничения по голосованию, и очень большой процент населения США получил право голосовать. Но на самом деле нужно будет работать еще над многим. С моей точки зрения необходимо модернизировать наш процесс голосования, нашу процедуру голосования. Как мы дадим, как люди будут голосовать. Мы видели, как пандемия влияет на систему здравоохранения, на то, как она может справляться с ситуацией, как разрыв между богатыми и бедными добавляет проблем. В своей исследовательской работе я тоже про это упоминаю. Демократии погибают из-за того, что сбываются некоторые предпосылки, социально-экономические предпосылки, демографические предпосылки. Они тоже должны сломаться. То есть, они тоже должны сбыться. И эти предпосылки тоже нужно устранять. Спасибо большое. Есть у кого-то еще какие-то вопросы или какие-то комментарии? Пожалуйста, если вы хотите что-то спросить или вы хотите высказать свое мнение, то, пожалуйста, мы можем даже вас, если хотите, включить ваше видео. Если ни у кого нет вопросов, то есть вопросы у меня. Профессор Шульц, я хотел спросить вас насчет Electoral College. Мы знаем, что эта процедура была введена довольно давно на старте американской демократии. В данный момент эта процедура среди всех демократий мира является довольно уникальной, довольно особенной. расскажите возможно ваше мнение насчет Electoral College. Является ли это то, что нужно модернизировать? Потому что все чаще возникают случаи, когда президент не выигрывает Popular Vote, но президент не выигрывает Popular Vote, но тем не менее все равно становится президентом. Я хотел спросить про коллегию выборщиков. Как вы думаете, эта процедура, ее нужно модернизировать и справлять? Потому что мы знаем, что все сложилось с момента основания американской демократии отцами и основателями. Сейчас это уникальная процедура по всем демократическим странам. Что американцы думают про коллегию выборщиков? Да, понял. Да, это как раз то, что я услышал по-русски. Почему-то не включил все у профессора перевод, поэтому моего русского хватило, чтобы понять, что вы спросили. Да, вы абсолютно правы. Коллегия выборщиков это артефакт, это 1887 год. Это совершенно другая система в нынешних условиях. Если бы у нас было больше времени, я бы сказал, с чего началась коллегия выборщиков. Мы первая демократия, первая демократическая страна в мире, я это упомянул. Сложно принять такую систему в демократической стране, в новой демократической стране. И еще один несчастный пережиток, несчастливый пережиток. У нас, помните, в 18 веке еще было рабство, до 19 века. И рабство как раз было центром дебатов, центром дискуссии на тот момент в американской политике. Был вопрос, считать ли рабов, их с точки зрения представительства, считать или нет, как их считать, давать им права голоса или как. как учесть эту часть населения. И в общем и целом, коллегия выборщиков стала таким компромиссным решением той ситуации в связи с рабством. Это я упомянул, запомните. И второй момент, который нужно запомнить. В 1787 году в Конституции нет каких-то слов, которые гарантируют людям право голоса. Право голоса распределяют штаты. Штаты давали голосовать протестантам, католикам, белым мужчинам, у которых есть собственность. У них было право голоса тогда. Далее была надежда, что политические партии будут еще существовать. 200-300 лет прошло, почти больше 200, но многое поменялось. Коллегия выборщиков не работала. Партий не было тогда. Тогда не было, они сейчас появились. Гражданская война, рабство отменили. Очень сильно поменялась ситуация, общая ситуация. Мы видим серьезнейшие изменения ситуации, серьезнейшие изменения представления о том, как должна выглядеть демократия сейчас современными глазами. Мы это понимаем. Что такое демократия в большом счете? Кто выиграл больше общенациональных голосов, popular vote, тот и должен стать президентом. Или если это парламентская система или партийная система, в зависимости от того, какая партия наберет большинство, та и сформирует правительство. Все зависит от того, какой формат во главе угла. Самый последний опрос, 60-70% населения США хотят отменить коллегию выборщиков, упразднить и идти на выборы всем потоком, всем народом. За последнее время как раз конституционная поправка, которая предлагалась большее количество раз, наибольшее количество раз, это упразднить коллегию выборщиков. Если бы мы это сделали, то есть для того, чтобы это сделать, я упоминал, нужно исправить конституцию. Для внесения соответствующей поправки в конституцию нужно две трети голосов в обеих палатах Конгресса и три четверти голосов штатов для того, чтобы это протолкнуть, провести эту поправку. Возможно, мы у нас очень сильно разделены политические взгляды. То есть, может быть, мы сможем убить, то есть две трети Конгресса и три четверти штатов согласятся, что солнечный свет это хорошо, максимум. Вот так все очень сильно выглядит, очень сильный разрыв. И далее тенденция с демократами хотят отменить коллегию выборщиков, а республиканцев нет. Скорее всего, в такой ситуации будет опять-таки пад. Никуда с мертвой точки это дело не сдвинется. И понятно, почему. Из-за раздела, из-за разрыва такого, сильной поляризации, возможно, Дональд Трамп снова проиграет общенациональное голосование по количеству голосов рядовых американцев, но выиграет выборы коллеги-выборщиков. Может быть, это второй раз произойдет, но на самом деле, второй раз подряд это происходило раньше, но да, люди хотят это сделать. Это не сколько вы голосов наберете, не сколько очков наберете, а сколько вы игр выиграете за коллеги-выборщиков. How many games you win? Сложно понять, что именно имелось в виду. Да, здесь сложно большинство голосов используется для того, чтобы выиграть игру. Те из вас, кто играет в футбол, вы прекрасно знаете. Можно набрать очень хорошую вероятность на победу, но неважно, сколько вы игр выиграли 4-0 с большим перевесом, сколько вы за сезон выиграли игр. Вот что определить чемпиону. хорошая аналогия. Хорошо. Может быть, кто-то еще хочет задать вопрос, есть ли вопросы, комментарии. Пока народ думает, я здесь кое-что напечатаю. Мою почту, адрес, адрес моей электронной почты, почтовый адрес. Если сегодня, в конце дня, или завтра, или впоследствии, вы не хотите пролюдно задавать вопрос на меня, что-то захотите спросить, можете отправить мне письмо. я не знаю, сколько из вас пользуются фейсбуком, но если вы напечатаете мое имя, Дэвид Шульц, Дэвид Шульц, и Хэмлайн, вы сможете найти меня в фейсбуке, отправить мне запрос, друзья, и можете мне через мессенджер задать вопрос. Также на моей странице в фейсбуке я регулярно публикую информацию о моем блоге. Я веду блог об американской политике. Мой самый свежий блог написал на простых выходных последняя статья в блоге, последний пост в блоге. Я там написал, что выборы будут определяться в последний уикенд перед выборами. На английском, конечно, в последний уикенд перед выборами прошел. Сейчас это время как раз. Это будет такая хорошая управная точка для вас, если вы захотите исследовать систему более глубоко. Хорошо, большое спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Пока не видно. Хорошо, у меня тоже еще один вопрос к вам. как изменила ситуацию пандемия? Как на результатах опросов сказалась пандемия? Популярность Трампа, Байдена, что из них выросло? И также мы видели протесты в США. Очень массовые протестные движения. У меня двоюродный брат в США, Северная Каролина, живет там. Ему страшновато было в определенный момент. Роль. Роль. Хорошо. Вот как это произошло. Джордж Флойд. Вы слышали про Джорджа Флойда? Пандемия и фактор Джорджа Флойда все изменил и ничего изменило одновременно. Что я именно имею в виду? Эти выборы были бы референдумом в поддержку Дональда Трампа. Именно там проходят по сути выборы сейчас много вопросов вокруг того, кто что думает о Дональде Трампе. Почему я упоминаю это? Потому что партийный раздел очень сильно виден. Люди разделились на республиканцев и демократов. Мирные демонстрации и мятежи, то есть восстания, действительно мятежные выступления, беспорядки. это разные вещи. Как рассматривать протест? В зависимости от того, республиканец вы или нет, демократ вы или нет, нравится вам Дональд Трамп или нет, как их можно называть. Я живу в городе Сент-Пол, Миннесота, штат Миннесота. Я в 78 километрах от того места, где был убит Джордж Флойд. И некоторые протесты, акции, бурные акции протеста, мятежи, по сути, беспорядки, были в 5-6 километрах от меня. И также были беспорядки буквально в километре от университета Хэмлин. Это все у меня неподалеку. В один момент я видел с двух сторон дым из своего окна и слышал взрывы. То есть было достаточно пугающее зрелище именно из моего места жительства, из моего дома. Я уверен, что пандемия стала проблемой, она явно сыграла в том плане, как люди рассуждают о деятельности президента. Если вы республиканцы, да, республиканцы считают, что президент прекрасно справляется со своей работой, демократы нет. Еще один вопрос. Более пожилые люди четыре года назад поддерживали президента Трампа. Сейчас есть указание на то, есть свидетельство того, что пожилые выборщики отворачиваются от президента. Не знаю, как это выглядит в вашей стране, но в США самое большое это как раз больше всего пандемия выкосила пожилого населения. То есть меньше людей осталось, чтобы голосовать за Трампа. Я уверен, что эта тенденция в мире такая же, но не уверен. То есть я думаю, что тенденция такова в мире, но не уверен на сто процентов. Вот пандемия такой фактор. Это первый фактор. фактор пандемии. Очень сильно пандемия сказалась именно на досрочном голосовании, на процесс. Самым сильным образом сказалась пандемия. Фактор Джорджа Флойда, тот видеоролик его задержания, который вы видели, достаточно очевиден. Я думаю, что здесь расовый вопрос снова стал очень сильно в американской политике. Расовую карту нельзя сбрасывать со счетов. Это всегда, никогда нельзя было, но особенно сейчас. Я думаю, что мирные демонстрации, где шел мирный протест, люди выходили на улицу и высказывали свое мнение, свое несогласие с тем, что сделали полицейские, многие это поддерживали. Но когда началось уничтожение собственности, когда пошли мятежи и беспорядки, вот тогда началось разделение общества, поляризация общества. И президент нынешний президент начал пытаться использовать базу этих беспорядков в свою поддержку, и это помогло ему. Эти демонстрации, мятежи, я здесь могу сбросить три сегмента, три разных, с одного и того же митинга были совершенно разные посылы, то есть мы под разным ключом подавали информацию президентские лагеря одного и второго президента, президентского кандидата на пост президента. В конечном итоге к чему сводится это голосование? Это две группы выборщиков. Основной электорат Трампа это белые люди, европеоидные расы, рабочий класс без колледжа, то есть не учившиеся в колледже. У Байдена это получившие образование в колледже женщины из пригородов, с окраин городов. Четыре года назад Джо Байден, вернее так, эти женщины четыре года назад не пришли на выборы и соответственно выиграла республика Трамп. Два года назад они пришли и в Конгрессе сейчас ситуация такая, как сейчас. Если Байден, то есть если придут больше вот этих женщин образованных женщин из пригородов и меньше придет молодых людей европейной расы рабочего класса, соответственно у Байдена будет хорошо. Вы знаете, Верховный судья у нас недавно скончался, Кеми Коми Верек его сменила на этом посту. Как это может повлиять на то, что называется репродуктивными правами, на права на аборт США? Вопрос. Что журналистам также интересно, что я рекомендую отслеживать, особенно в критичных неопределившихся штатах. Женщины из пригородов, если они придут массово, нужно это учитывать. Смерть Джорджа Флойда и мирной демонстрации, мирной акции протеста, они встряхнули вот этих женщин, этот электорат, образованные женщины из пригородов. Мятежи, когда пошли, они их напугали. И в конечном итоге Дональд Трамп, действующий президент, пытался использовать страх мятежей, страх будущих беспорядков, для того, чтобы на свою сторону привлечь этих избирательниц. Я не думаю, что у него получилось, но в некоторой степени успех был. Он мог более успешно с этим справиться, но получилось, как получилось. Насколько я знал, Питер Гаусс, Аташе по культуре посольства США хотел сказать заканчивающее слово, потому что наша встреча подходит к концу, но мне кажется, Питера я здесь в списке участников не вижу. Окей. Вопросов у нас больше нет. Огромное спасибо, профессор, за то, что уделили нам время, за то, что поучаствовали в этой дискуссии. Спасибо за то, что вы рассказали нам про систему выборов в США. также у нас лекция будет 5 ноября. Мы пока не знаем, кто выиграет выборы, но у нас будет такое резюме, по крайней мере, на 5 ноября. именно поэтому регистрируйтесь, пожалуйста. Надеюсь, вас там увидеть. Большое спасибо за вашу лекцию, профессор. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего хорошего.